Доброе утро, дорогие! Доброе утро, дорогие! До Березняков. И по этому году мы эту дорогу полностью завершаем. Далее, Восточный обход. Тоже очень важный объект. Больной, я бы сказала. Больная тема. По Восточному обходу тоже необходимые средства по всем трем годам мы заложили. Сейчас продолжаем строительство, то, что связано с Ледовским кольцом. Далее начинаем стройку от нулевого километра. Это стыковка, где Лешина выходит на Восточный обход. Очень опасное место. Там, кстати говоря, будет двухуровневая развязка. И все, продолжаем строительство. Вообще у нас по планам к 2016 году полностью завершить Восточный обход. В том числе и развязка на Жибрии, вот это участок, где дорога подходит. Но как на нее выбраться, никто не знает. Очень важный объект, я считаю, это так называемые воздушные ворота в наш город. И шоссе космонавтов мы реконструируем. А как там будет выглядеть? Это от отворота на аэропорт, если в эту сторону в город, до речки Мулянка. Что будет? Это будет четырехполоска, при этом с разъединительной полосой, с участками разворота. А вот то, что очень важно, поскольку участок очень аварийный, там все-таки 25 тысяч автомобилей в сутки проходит, будет сделано 8 переходов наземных для пешеходов. Наземных? Именно наземных, да. Или надземных. Надземных имеется. Потому что наземные там есть, и все автомобилисты жалуются, что пешеходов там не видно. Это очень опасное место для всех. То есть пешеходы будут переходить по верху, и все будут спокойны. Совершенно правильно. И, конечно, важно, что мы продолжаем работу по выводу транзитного транспорта с улиц городов. И вот сейчас новый объект – это обход Куиды. И мы деньги заложили, начало проектирования этого обхода. И город Чусовой. Тоже объездная дорога нужна. Там проект был сделан. Но время идет, необходима его корректировка. Тоже мы переместили деньги по этому году, по этому проекту. Начало строительства примерно в 15-16 годах. Вот такие планы. 15-16 годы. То есть Чусовля нам придется подольше подождать. Куида, видимо, вот уже где-то… Нет, нет. По Куиде только проектирование. А, там проектирование еще. Да, только проектировка проекта. Я думаю, даже мы раньше его начнем строить. Витер Борисович, есть еще одна тема, которую регулярно обсуждают и пешеходы, и автолюбители. Все, кто ездит на тот берег Чусовой через вот этот двухполосный мост. Когда-то ему так радовались, а теперь уже его не хватает. Насколько я знаю, будет стройка, но когда и какая? Вы знаете, правильно вы говорите. Во-первых, Правобережье Чусовой – это очень красивые места, и там очень много дачников, и выходные. Очень сложно действительно проехать в ту сторону, в пятницу, в воскресенье обратно вернуться в город. Здесь что? Вторая очередь Чусского моста, она запроектирована, прошла экспертизу. Антировочная стоимость проекта примерно 7,2-7,5 миллиардов рублей. А у нас бюджет, по-моему, 8 миллиардов, да? У нас весь бюджет дорожного фонда 8 миллиардов рублей. При этом мы понимаем, что там и капитальный ремонт, и содержание дороги, в том числе и инвестиции, то есть строительство. Поэтому сейчас правительство ищет инвестора, кто бы в качестве партнера зашел на этот проект. Причем я вам скажу, что правительство докладывает, что такие интересанты уже есть, и они к осени планируют нам представить компанию, которая бы готова взяться, была с нами вместе участвовать в этом проекте и построить. Потому что иначе это будут большие проблемы. Ну иначе у нас не будет этого второго моста, вторую очередь, вернее, моста, да? Ну конечно же, да. Мы расширяем, мы до Березняков уже говорили, мы дорогу причесали за это время, да. Сейчас восточный обход делаем. Нам просто этот мост нужен как воздух. Связка. Конечно. Бог в помощь, скажу вам, Виктор Борисович. Спасибо за информирование. А вам, уважаемый, напоминаю, что в гостях у нас был депутат законодательного собрания Пермского края, Виктор Плюснин. Будут строиться дороги в крае, будет достаточно много строиться. Наша задача потерпеть период стройки, а потом радоваться тому, почему мы будем ездить. Вот, собственно, и все. Просыпайтесь, дорогие, оставайтесь с нами.